Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы провести практику и на конкретных примерах показать, как искать ноты на грифе гитары. В первую очередь он рассчитан на новичков. Хочется сразу отметить, чтобы вам понять материал, желательно просмотреть предыдущее видео. Ссылка на него будет в подсказке, а также в описании. Давайте представим себе условную ситуацию, что у нас есть любитель гитарист, который хорошо играет величественными и блатными аккордами и ориентируется в пределах первых трех ладов. Все, что выше по грифу, для него темный лес. И предположим, что такому гитаристу нужно определить, какая нота находится на пятой струне в десятом ладу. Давайте будем двигаться вначале к шестой струне. Десять плюс пять, получаем пятнадцать. Дятнадцатый лад шестой струны, где еще более неизведанная область. Но мы можем опуститься на октаву ниже. Для этого отнимаем двенадцать. Именно такое количество полутонов составляет в октаву. Получаем три. Получается, нота, которая находится на пятой струне в десятом ладу, это та же нота, которая находится на третьем ладу шестой струны. Понятно, тут будет разница в октаву. А те, кто играет величественными и блатными, прекрасно знают, что это есть не что иное, как тоника аккорда соль-мажорного секс-аккорда. Или, говоря по-простому, аккордов G, G или G7, G7. Давайте попробуем вторым способом. Будем двигаться вверх по звукоряду. Пойдем к четвертой струне. А значит, нам здесь придется не прибавлять протерку, а отнимать ее. Десять минус пять равно пять. Область неизвестна. Поэтому двигаемся дальше, к третьей струне. Пять минус пять равно ноль. Приходим к нулевому ладу, или, говоря простыми словами, к открытой третьей струне. А те, кто настраивал гитару хоть несколько раз, прекрасно знают, что это нота соль. Давайте сейчас усложним задачу и будем искать ноту, которая расположена на шестой струне. Предположим, шестая струна восьмой лад. Будем двигаться к пятой струне. Восемь минус пять равно три. Те, кто играет простыми аккордами, прекрасно знают, что пятая струна, третий лад, это есть не что иное, как тоника аккорда до мажор, он же С или Си, кто как называет. Давайте теперь пройдем этот путь вторым способом. Для этого обратимся к первой струне. Дело в том, что на гитаре первая и шестая струны настроены на одну и ту же ноту. Ми. То есть они взаимно дублируются. Понятно, тут разница в две октавы. Поэтому давайте, исходя из восьмого лада первой струны, будем искать эту ноту на второй струне. Восемь плюс пят равно тринадцать. Область неизвестна. Но мы можем взять эту ноту на октаву ниже. Для этого от тринадцати отнимаем двенадцать и получаем вторую струну, первый лад. Что же это за нота? Стоит здесь делать небольшой отступ к теории и сказать, что довольно часто расстояние между нотами в музыке измеряется в полутонах. Ну, к примеру, расстояние между площадками в многоэтажном доме можно измерять в ступеньках, а в музыке звуки по высоте друг от друга в полутонах. И вот как раз на гитаре один лад равняется одному полутону. Поскольку у нас открытая вторая струна – это нота Си, то нота, которая находится на первом ладу второй струны, она на полутон выше от Си. Давайте сейчас напряжем свои мозги и вспомним что-то из школьного курса музыки. И тогда мы узнаем, что между Си и До находится как раз расстояние в один полутон. То есть нота, которая находится на восьмом ладу первой струны, это та же нота, которая находится на первом ладу второй струны, это нота До. Уважаемые зрители, пожалуйста, оцените этот ролик. Я искренне прилагал усилия, чтобы сделать его. Также, если у вас возникли вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии, я с радостью на них отвечу. Ну и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски видео. Спасибо огромное, что досмотрели этот ролик до конца. До новых встреч на YouTube.